Из князей в грязь по зову долга. Городначальник Олег Кондрашов спустился в штольни, чтобы лично проверить состояние инженерных систем Нижнего Новгорода перед предстоящим паводком. По прогнозам специалистов, этой весной нас ждет рекордное половодие, а поэтому уже сейчас дренажно-ливневую систему города начали готовить к большой воде. Основа инженерной защиты это подземные штольни длиной около 11 километров. Их состояние и проверил Олег Кондрашов. В течении прям такое, понимаете, да, бое? Бое, как и получается. По луше, подольше. А вот тут, я так понимаю, главное из-за чего все это, ради этого все это и делается. Тут поток воды, круглые воды, это ненависимо от грошки на улице, засуха, то есть это глубокие грунтовые воды. Вот видите, вот этот поток, который льется рекой. И таких потоков здесь несколько на протяжении 102 метров. А причем надо отметить, что эти 102 метра, это совсем не самая большая длина. У нас есть стольни в городе до километра доходящие. Если бы не было таких дел с стольни, то мы можем сказать, что Кремль нельзя было сохранить, и она обязательно бы разрушит. Вот у меня информация о том, что количество воды, которое отводит, вот только вот одна вот эта, стольни, это 150 тонн в сутки. Да, вот на самом деле. 150 тонн в сутки, это, конечно, колоссальная цифра. Причем надо отметить, что вроде движение-то воды на течении есть, она идет, но не такое большое. А докладывают, что есть стольни, у которых практически река идет по течению. Вот, например, около Чкаловской лестницы 5-я стольня, у нее больше 600 тысяч. Цена река, потому что эта река немножко упорядочена, поэтому город еще стоит на своем месте. Наши горы, Дятловы, которые в Кремле стоят, в том числе, как раз устроены как слоеный пирог. Вот слой водоносный, слой водоупорный, слой водоносный, слой водоупорный. То есть это как раз и есть причина всех опух дней. И когда что-либо проходит через водоносный слой, то есть вода начинает дренироваться в нее, а не вытекать на поверхность по склонам и смещать уже на намокшие, набухшие земляные массы. То есть здесь она еще таким течением спокойным, а там есть места, где она потерируется. Да, здесь в самом начале мы еще как бы находимся среди вторичных уносных пород, то есть здесь нет слоев, а несколько десятков метров дальше, то есть мы уже будем находиться как раз в коренных породах. Ну а прочность этого сооружения, с моим, она позволяет на десятилетие рассчитывать? На десятилетие, да. То есть вот это, что заложено было в 1953 году, собственно говоря, вот она стоит. Ну, естественно, это все требует ремонта. Кстати, сейчас в администрации города рассматривается вопрос о возрождении профессиональной службы, которая будет заниматься исключительно инженерной защитой города. Я напомню, что несколько лет назад она была упразднена. Органная шум Officer Продолжение следует...